Здравствуйте, друзья! Меня зовут Константин Ребуха и я рад вас приветствовать на своем канале, который посвящен волейболу. Мы с вами пропустили по одному туру из топовых чемпионатов. Что же стоит вспомнить из прошедшего? Это, конечно же, победу Перуджи над Моденой, где Леон из 29 атак не совершил ни одной ошибки с эффективностью 69%, ну и, конечно же, получил звание MVP матча. И поражение Санкт-Петербургского Зенита от Кемерского Кузбасса. Там, конечно же, не играл Стива Желез и Камеха сломался по ходу матча, но все равно 16-матчевая серия была прервана. Теперь это все история. Поехали! Начнем с Рысови. Уже стало обычным вспоминать эту команду в моих видео, но теперь с радостными вестями. Первая и такая долгожданная победа плюс лиги в кармане. Подопечным Георгий Крецу удалось на выезде обыграть 3-1 Трефел Гданск. Дамиан Шульц и Рассарт были явными лидерами на площадке. 26 очков и 23 соответственно с процентом в атаке выше 55. Настрой первого был понятен. Он играл в Гданске. И свое превосходство хотелось показать. Да что эти двое, весь Жешев долгожданно сыграл эмоционально и с отдачей. Даже Мадзонек моментами покрикивал. Трефел сам переживает не самые лучшие времена, но старт сезона у них получился куда лучше, чем у Рысови. ЗАГСа Каджирен Козлы продолжила свою беспроигрышную серию. Теперь без проблем в домашних стенах был повержен Купрум Любин 3-0. Тут даже обсуждать нечего. Полнейшее доминирование над соперником. Общекомандный процент нападения у гостей 36. По всем фронтам в одну калитку. Ольштин Ястребский Вигель 1-3. Обе команды испытывали большие проблемы в приеме. Особенно на планирующей подаче. Но Ольштин тут выглядел более уязвимым. Аж 10 эйсов схлопотали за матч. Без приема и краям доводилось крайне тяжело в нападении. Вигелю, в свою очередь, очень мешал Канарский. Не пошла у него игра в начале матча. Может, спина болела. Уж очень много он держался за нее. Во втором сете Де Джорджа все же решился поменять его на Якова Бузки. Этот парень должен быть известен моим подписчикам с Казахстана. Он провел там два сезона за местный Павлодар. Он неплохо вошел, выдав серию из восьми подач. Но в атаке был не так убедителен. Таким образом, к четвертой парке пришлось вернуть Канарский. И игра у него вошла в этот раз гораздо лучше. Он и закрыл матч победным очком. Лучшим, на мое усмотрение, был француз Жульен Линель. В третьем сете чуть подсел, а так вполне держался прилично. 16 очков на его счету. В шестом туре чемпионата России Зенит Казань встретился, как говорят фанаты Казани, со своими фейками Санкт-Петербурга. Должны были побороться за очки в Суперлиге и разыграть Суперкубок страны. Команда со столицы Республики Татарстан сейчас в полном составе. Все легионеры доехали, и Будько почти восстановился от травмы. В свою очередь, коллектив с города на Неве сыграл без камеха, у которого проблемы с плечом. Да и Сиважелес явно не отошел от своего повреждения. Как можно объяснить его замену на блокирующего Александра Волкова в первой партии? Не думаю, что Александра выпускали с надеждой усилить прием или атаку. Где он и там, и там, только помог казанцам. Так что с такими проблемами в четвертой зоне рассчитывать на супербой было глупо. Питерцы выиграли второй сет. Но это выглядело больше как расслабленность подопечных Олекна. Грозер в одиночку затащить не смог. Да и как это будет возможно? Соперник же понимает, что он главная устрашающая сила напротив. 37% в атаке у Георга. У казанца феерил Максим Михайлов. 26 очков с эффективностью в нападении 67%. Позволял себе все. Был бы Ореол, быть может он усложнил жизнь Михайлову. А так без вариантов. Зенит Казань особо без проблем выигрывает 3-1. И добывает 7 суперкубок России в своей истории. Югра Самотлор зачастила радовать своих болельщиков. Теперь была повержена нова. 3-2. Самоотдача подопечных Валерия Пясковского отличная. И это дает свои плоды. А вот где желания было мало, так это у московского Динамо. В матче против Ярославича. Только так можно объяснить их поражение на выезде. Ужасное количество тактических и технических ошибок. Запредельные 17 ударов в блок. А быть может это такой непроходимый элемент у подопечных Филиппова. В общем, никто в тот вечер просто так не собирался отдавать победу динамовцам. А они для нее явно ничего конструктивного не сделали. Поражение и не очень веселое настроение перед стартом Лиги Чемпионов. А у Ярославича первый успех в сезоне. И это не считая их грандиозных финансовых проблем. Теперь перейдем к чемпионату Италии. Виба Валентия падала. Это я уже посмотрел второй матч в исполнении первых. Первый опыт был против Монце в рамках третьего тура. Тогда мне впал в глаза их марокканский диагональный. Мохаммед Хачдади. На него особенно шли передачи, когда на переднюю линию выходил Олег Плотницкий. Я думал, что это такой тактический ход. Так как к тому туру процент среднего блокирования за сет у Олега составлял 0,05. Но вот второй матч для меня. И теперь я просто понимаю, что вся игра строится на Мохаммеде. 48 передач против Падова. И он не сплоховал. 60% эффективность в атаке. И в общей сумме 36 очков на его счету. 18 добавил болгарин скримов. И соперник повержен. 3-1. Ключевым матчем восьмого тура чемпионата Италии стал поединок Модены против Любы Чиветановы. У первых очередная проверка с топовым клубом. А на вторых просто сейчас интересно смотреть. Прям такое себе волейбольное реалити-шоу. Как звезды живутся друг с другом. И начала Любы вполне неплохо. Сразу повели в счете 4 очка. И на чуть-чуть показалось, что прогресс есть. Но на подаче поляка Барташа Бэднежа Модена догоняет и вырывается вперед. Подопечные Медеи начинают по очереди учить друг друга. И только Хонтерена после своих зажигательных речей делал позитивные действия. Соколов что-то ляпнет. Удар в блок. Симон открыл рот. Ваут. И только Леал молчал. Он выглядел как бедный школьник, попавший к профессионалам. В общем, ничего до конца не поменялось. Подопечные Хулио Веласко спокойно забирают первую партию себе. Во второй тоже особых изменений не наблюдалось. И Джампаулу Медея идет на крайние меры. Которые в конечном итоге и повлияли на исход матча. Вместо Бруно выходит второй связующий. Бельгиец Тен де Хюльц. И тут пошло и поехало. Игра, быть может, стала более простой, но результативной. И самое главное. Леал стал попадать в передачу и успевать раскрываться. Чеветанова забирает этот матч себе. 3-2. Да, в четвертой отпустили на старте Модену. И не успели догнать. Уступили 27-25. Но уже боролись и игра была. Мне не понравились слова Хулио Веласко. После матча. Мы простые смертные. Мы не можем со своим бюджетом стабильно выигрывать у Перуджи и Любе. Иначе бы деньги потеряли свой первоначальный смысл. Мы можем обыграть эти команды при случае. Но мы им не соперники. Мы соперники с Трента. Не знаю. Может и есть правда в его словах. Но Модена, как команда, выглядела куда более убедительно. И такому мэтру в волейболе как-то не Камильфо отзываться так о своих подопечных. Тем более все решилось на тайбрейке. МВП матча стал цветом Соколов. 22 очка на его счету. Леал настрелял столько же. Спасибо, что Бруно пошел отдыхать. У Модены Зайцев набрал 28 пунктов. Также стоит отметить первую победу Сиены над Миланом 3-2. И неожиданность тура. Проигрыш Монце дома от Соры 3-1. Я включил этот матч только в четвертом сете. Когда Сора ввела 22-14. И Монце сравняла счет на подаче своего капитана Якобу Ботто. 22-22. Но дальше остановились. 25-22. И такой неожиданный проигрыш. Ну что же, друзья. На этом все. Подписываемся на канал. Ставим палец вверх. Конечно же, если вам нравится. Делимся этим выпуском в соцсетях. За что я вам буду безумно благодарен. Также заходим на ресурсы Волейбол.юа. Там много чего интересного. Но это все не самое главное. А главное вы уже знаете. Играйте в волейбол и любите эту игру. Всем пока.